Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Исадьба Багиры. Сейчас у нас середина февраля и мои бонсаи постепенно выходят из состояния покоя. По очереди кто-то раньше, кто-то позже. Вот и дубы мои, два моих дуба, мой дубовый лес, начинает просыпаться. Значит, зимовал он сначала, как я рассказывала в зимовке, что он сначала на улице был укрытый, просто горшок укрыт, потом чуть-чуть нетканым материалом, чтобы у него была все-таки минусовая температура. Хотя бы какое-то непродолжительное время. Потом он зимовал после этого в темной прохладной комнате. И вот с января, начале февраля я стала ненадолго в той комнате включать свет, где-то на пару часов в день, чуть-чуть постепенно увеличивая. Естественно, периодически поливала, чтобы он не пересох совсем, хоть и спал. Ну и вот, в общем, сейчас он выглядит вот так, начинает просыпаться. Значит, что у нас? У нас тут есть прекрасный мох, который в принципе даже в темной комнате сохранился. Некоторые вот тут видно, что начинают расти, другое чуть-чуть, конечно, только. Ну, зима, темно было и прохладно. Вот, значит, что с ним? Он просыпается, он чувствует себя неплохо. И сейчас самое время, если хочется его формировать с помощью проволоки, самое время для этого, потому что ветви у нас такие не хрупкие, а вот такие более упругие, пластичные, что их можно формировать. А также самое время обрезать, именно большие. Дело в том, что дубы в течение всего сезона летнего можно обрезать тонкие веточки, вот примерно такие. Это спокойно в течение лета можно, пока они растут. А вот что-то такое побольше, это все-таки лучше перед тем, как он проснется. Поэтому сейчас самое время, а я хочу ему кардинально вот эту веточку обрезать и кое-что тут изменить. Значит, что мы начинаем? Ну, самое-самое первое, когда мы начинаем работать с любыми деревьями, мы смотрим, если есть сухие. Вот есть совсем-совсем сухие. Их мы будем убирать так вот аккуратненько под, можно сказать, под корень. Ну, ровненько-ровненько со стволом. Но совсем-совсем сухие. Вот если вы их видите, что совсем есть. Вот, то есть это санитарная обрезка. Их мы убираем. Листья, которые вот чуть-чуть еще держатся некоторые, не будем убирать. Они опадут, как только начнут просыпаться почки рядом с ними. Их немножко осталось буквально, но тем не менее. Значит, самое кардинальное. Значит, я ему поменяла за это время. То есть всегда смотрела, что лицо у него будет вот так. Вот это будет лицевая сторона, которая к вам сейчас лицом, которую вы видите. Что это будет лицевая сторона. Очень мне нравилось вот тут вот, что корень так вот хорошо сам сформировался. Сейчас он закрылся мхом, но со временем, когда пересаживать буду, будет лучше видно, можно было. Но покрутив, посмотрев, и так получилось, что летом было вот тут вот вырезана одна ветка, и пошел он не так, как я планировала. То есть я планировала, что проснется что-то здесь. В принципе, оно сейчас-то проснется. Но, в общем, мне не очень это нравится. Поэтому, покрутив, посмотрев его без листьев, я решила, что лицо будет вот. То, что вы сейчас видите перед собой. Это будет лицо, и будем разводить ветви. Значит, планирую обрезать здесь, но чуть позже. Сначала разведу те ветви, которые мне хочется. А разводить буду вот эти. Вот таким образом. Вот эту. И потом туда мы доберемся. Так как их два, один и второй, то вот один будет иметь главенствующую роль, а этот будет так вот чуть-чуть, чуть-чуть в сторону. И разведя вот эти вниз, он сам уйдет чуть-чуть тоже в сторону. Потому что они тут спорят. Очень большие листья, и они листьями друг друга перекрывают. Чтобы сильно не обрезать, то его лучше отвести в сторону. Но его самого не буду этот трогать. А вот эти смещу, и он должен отодвинуться. Итак, выбираем проволоку. Проволоку, как я уже упоминала в роликах, берем одну треть от ветви нашей. Сейчас у нас вот эта ветвь будет. Приблизительно ее примерим. И будем делать. Только придется мне вот так повернуть, иначе неудобно. Значит, чтобы нам отвести вот эту, наложить лигатуру на эту ветвь, нам надо начинать вот на предыдущей, так сказать. За нее мы крепимся. И потом аккуратненько, под углом в 45 градусов, стараясь между почками, которые мы видим хотя бы, что будут просыпаться крупные почки. Вот таким вот образом. Если вдруг где-то у нас будет почка и перекрыта, вернее, мы видим, что она есть, и чтобы ее обойти, надо чуть-чуть изменить угол, то придется изменить, потому что лучше так, чем мы погубим почечку. Так, ну вот на эту ветвь мы ее просто, конечно, это уже большая проволока для нее, но мы ее просто вот так буквально. А обкручивать уже дальше не буду. То есть вот это, и теперь вот эту вот, а потом уже их изогнем. Это остается наверх. Это со временем будет тоже, но она маленькая, поэтому пока я ее трогать не буду. Так, для этой уже полтора должна хватить. Так, тут тоже мы начинаем на предыдущей. за нее закрепляемся. И первая будет чуть-чуть даже больше изогнута, чтобы хорошо закрепиться. и потом идем между мелкие почки. Не так удобно, но вот таким образом. вот. Теперь аккуратненько. не сильно ее чтобы не сломать, аккуратненько мы ее направляем вниз. так, краешки потом это еще покручу, посмотрю, и возможно будут чуть-чуть они чуть-чуть будут изменены еще угол их. Так, теперь вот это. И потом уже все-таки определимся точно с верхней частью. Тут тоже мы берем двоечку. аккуратненько на предыдущую, на основной наш ствол. Вот так вот хорошо закрепляемся. все. Манипулируя между почками, вот так проходим. И слегка она пойдет в сторону. Здесь ее изгибать сильно вверх не буду, здесь и так идут ветви вверх. Потом просто посмотрю, какая из этого пучка какую-то буду обрезать, какие-то будут оставаться. Пока что просто надо их развести в сторону, чтобы они не спорили между собой. Поэтому эта цель такая. Так, сейчас посмотрю на него с лица. Вот, а теперь покажу, что я хочу все-таки сделать. Значит, вот с этой ветвью она хорошая. На ней много почек, которые вот тут проснутся этой весной, в начале лета. То есть вроде как она тут будет хорошо ветвиться, но тут она будет спорить все-таки вот чуть-чуть с этой. Поэтому я хочу ее вот так отвести и удалить вот эту часть. То есть основной у нас пойдет вот эта будет верхушка и будет вот таким образом. Можно было бы, если оставить ровно, но в общем не очень мне нравится. Так что будет такой вот разветвленный. Значит, ну чтобы это было верхушкой, нельзя просто обрезать. Оставить ее, она идет в сторону. Поднимать ее вот так смысла я не вижу. Поэтому я слегка изогну вот все. И вот таким образом. Но сначала я все-таки изогну. А потом буду обрезать. Потому что если мне не понравится, как изогнулось или не смогу добиться того изгиба, что мне нужен, то проще снять проволоку, чем восстановить обрезанную ветвь. Тут ветвь толстая, поэтому минимум 3 мм проволока нужна. И возможно даже придется накладывать еще рядом какую-то. Так что посмотрим. Просто больше у меня нет. Да, еще сразу хотела показать. Вот тут вот веточки обрезались. И сейчас они на тот момент, когда обрезала, у меня не было хорошего инструмента. Обрезала секатором. И в итоге вот получились такие наросты. Их надо будет со временем вырезать правильным образом, чтобы заросло правильно. Но сейчас не буду, так как сейчас и так обрезка. Поэтому или между периодами волнами роста, или уже на будущий год. Ну в общем это надо будет исправлять. А так как сейчас не могу это сделать, то я их спокойно перекрою. И посмотрим, как они будут расти. Возможно придется не все их вырезать и исправлять. Так, тут надо аккуратненько, чтобы нам ничего. Не зацепить никакие. Чуть-чуть похоже не хватило. Но посмотрим, как будет изгибаться. Возможно этого краешка нам и хватит как раз. Сейчас я поверну лицом к себе, чтобы было видно, как я изгибаю. Да, немножечко, буквально не хватило тут бы вот завернуть. Но придется здесь тогда положить двоечку на вот этот наш новый росточек, который будет вершиной. Поехали. Так, верх пока не надо. Или будет обрезаться, или будет какая-то из них изгибаться. Так, немножко не хватает нам троечки. Что тут можно будет или увеличить. Чуть-чуть переделаем. Вот эту мы уберем. Аккуратненько. Так, есть у меня остаток троечки, которую мы вот здесь параллельно сделаем. Вот. 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 Теперь уже будет лучше. Вот. Теперь видно, что он будет смотреть наверх. И постепенно, так как мы этот уберем, он будет тянуться к солнышку. Значит, что мы делаем теперь вот с этой. Ее надо аккуратненько срезать вровень. Вот здесь. Вот здесь. Сейчас мы это сделаем и я покажу. вот. 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 Срез хороший получился, ровненький. Так что, зачищать я его не буду. И это сразу же замазать надо. Вот. Таким образом. Обязательно можно сделать руками. Мне просто палочкой, во-первых, тоже удобно, если приноровиться. Во-вторых, пока вам показываю, не хочется вымазывать руки. Ну, вот. Основное, значит, вот так. Значит, вот лицо будет. Сейчас вы его видите. Развести мне их получилось. Я еще это, конечно, буду крутить, смотреть слегка тут изгибы из меню. Ну, да, еще будут вот эти ветви вниз тоже сделаны. Немножечко. Но, наверное, не сейчас. Вот. Я их вам покажу сейчас. Вот. Они будут так вот слегка тоже изогнуты. Но они еще тоненькие. Так что это позже будет сделано. Вот. Посмотрю, будет ли вот это оставляться. То есть тут, ну, как во всех бонсаях, во всех формировках, нельзя сразу все сделать. То есть можно, если вы все уже наметили. Но иногда вот как бы основное намеченное сделано. А потом остальные еще надо посмотреть, подумать. Потому что отрезать всегда можно. А восстановить это уже сложнее. Поэтому вот таким образом. Тут я посмотрю, кто будет из них еще именно верхушечной. Потому что, возможно, вот если будет видно. Сейчас как будут развиваться почки. Вот тут вот есть хорошая почечка. Вот здесь. И, возможно, вот сделаю верхушку именно вот тут, чтобы шел побег. Тогда вот эти будут или обрезаны. Вот здесь почка будет. То есть вот так наискось обрезаны, чтобы не было вот такого пенька. Летом он очень-очень быстро рос. Приходилось стричь сильно. Еще, так сказать, не так, как он будет выглядеть. А именно, чтобы сократить его рост. Не такой огромный, чтобы он вытянулся. Вот. И увеличить, по возможности, ствол. Поэтому вот такие вот получились, так сказать, пенечки. И вот то, что вот тут получилось. Иначе было нельзя его. Так вот. Пока маленький растет, получаются такие. А сейчас уже будет постепенно формироваться то, что надо. Ну, вот сейчас основное вот так. Значит, сейчас он будет уже... Уже пару дней он стоит под лампой. То есть я его вынесла из темной комнаты. Он стоит, когда солнечная погода, то прямо возле южного окна стоит, чтобы солнышко попадало. Когда пасмурное, уношу его под лампу, под фитолампу. Вот. Чтобы ему было хорошо. Уже полив ему нормальный. У меня вот тут есть ямка такая. Это в амхе. Потому что через мох не очень понятно, сколько там влаги. Что вот тут есть ямка. Образовалась в определенный момент. И можно проверить хорошо, надо ли еще поливать. Нет. И что еще его ждет. Вот сейчас он перенесет вот это вот. Пройдет чуть-чуть времени. Может быть неделька-полторы. И буду его пересаживать. Тоже пока еще он не проснулся полностью. Так как надо будет обрезать уже корни в этом году. И это лучше сделать до полного пробуждения. Так что мы с ним еще встретимся. И потом, надеюсь, все будет хорошо. Покажу вам, как он себя чувствует. Уже дальше с листиками. И все остальное покажу. Так что вот, кто наблюдает мои дубы с их маленького-маленького роста. Вот может посмотреть на изменения. Дальше покажу, что будет. Подписывайтесь на канал. Удачи!